Удивительная по накалу постановка многих зрителей повергла в настоящий шок. Блестяще исполненная российскими актерами драма мало чем походила на заявленную авантюрную комедию, хотя может это и к лучшему. Те непростые отношения, что развернулись на сцене между хозяйкой апартаментов, ее дочерью и наследником роскошной квартиры, превращать в фарс было бы даже не по-человечески. Просто потрясающе, молодцы все, молодцы все трое, очень понравилось. Редко у нас бывают такие спектакли, но очень приятно. Мы только недавно из Петербурга смотрели «Мастера Маргарита», но вот даже в сравнении идет игра значительно лучше. Очень понравилось. Я вообще-то в Дашу влюблена. Наследник – сын богатого человека, хозяйка квартиры – его любовница, подарившая своему обеспеченному мужчине очаровательную дочь. Сын и дочь одного отца, не зная об этом, влюбляются друг в друга. Но им некогда ухаживать друг за другом, встречаться и тратить время на пустые сантименты. Им по 40 лет. О том, что у них один отец, герои узнают очень поздно. Даже взмах крыла бабочки может изменить ход истории. Даже взмах. А я просто хотела быть счастливой. Оправдает ли это признание главную героиню? Она имеет право на счастье, но имела ли она право не замечать то, что происходит вокруг нее? Однозначно осудить или оправдать героиню не смогли и зрители. А вот о том, что в какой-то мере Кладет главная героиня – близкая исполнительница, рассказала сама Вера Алентова. Нас учили быть адвокатами своей роли всегда и никогда прокурорами. Поэтому, что бы я ни играла любую злодейку, я всегда ее буду все равно любить. И постараюсь, чтобы зрители поняли хотя бы, почему она так поступает. Шемкенский зритель буквально завалил цветами российских исполнителей. Актеров долго не отпускали, не умолкали аплодисменты и крики «Браво». Такого приема не ожидали даже видавшие виды звезды. Столько цветов нам давно не дарили. У нас в России вообще почему-то мало дарят цветов. А здесь это приятно, спасибо всем большое. Принимали очень хорошо и отзывы, несмотря на то, что грустный такой финал. Но отзывы хорошие. Но мы работаем честно, поэтому очень приятно, если это находит отклик у зрителей. За два дня гастролей у россиян было время познакомиться с Шемкентом. Так что вопрос о впечатлениях был вполне уместным. Чисто все, чисто, ухоженно. Сегодня был в фитнесе каком-то там новом построенном. Наверное, от того, что все-таки мы немножко более известны, чем другие, может, такое отношение. Но, тем не менее, я ковры выбирал, смотрел, мне очень понравились. Цены хорошие. Я вообще, еда хорошая, прием хороший. Да правда, мне нравится. Погода хорошая. Вернуться в Шемкент российские актеры готовы всегда. Зрители поразили их воображение. В репертуаре актеров несколько спектаклей, которые, уверены Вера Алентова, Дарья Поверенова и Сергей Астахов, не оставят равнодушными ценителей театрального искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова